Хочу рассказать вам одну историю. Много лет назад мне было сказано пророчество. Многие люди на самом деле пророчествовали в мою жизнь. Но многие из этих пророчеств никак не касались. Моей жизни, как бы, они не причиняли никакого вреда, но и не помогали. Я думаю, что это просто люди говорили больше, что они думают, а не пророчествовали. Но намерения были хорошие. Но иногда были моменты, когда кто-то говорил мне действительно пророческие слова, и это было действительно от Бога. И я хочу вам рассказать одну историю об этом. И это относится к учению. Во время этого пророчества я был с группой пасторов, и был момент, когда молились возложением рук. Называлось такое, как пресс-витерство называется. И это было около 16-17 лет назад, я думаю. Где-то около 16-17 лет назад. 16-17, около 20 лет тому назад. И были вот пастори, но меня вызвали первым. И обычно этого не происходит со мной. И они начали молиться за меня. И один человек начал пророчествовать мою жизнь. И в этом пророчестве он начал говорить сначала о моем прошлом. И потом начал говорить о моем настоящем. И потом начал говорить о моем будущем. И все, что он сказал о прошлом, было истиной. И то, что говорил о настоящем, было истиной. И то, что он говорил тогда о будущем, теперь я могу сказать, что действительно это все исполнилось. Я даже, у меня есть где-то запись вот этого пророчества. Где-то пророчество длилось аж целых 30 минут. Очень длинное. Очень детальное. Вот что интересно. Когда Господь говорил о моем прошлом, все факты были, ну, детальны очень. Но выводы о своем прошлом у меня были не такие, какие были у Бога. Понимаете, как это соотносится с учением? Когда я смотрел на свое прошлое, я мог видеть только неудачи. Но даже о хороших вещах я не слишком хорошо думал. Но в этой пророчестве, когда Господь говорил о моем прошлом, Он был гораздо позитивным о мне, чем я. И когда было это пророчество, то оказалось, что Бог намного более позитивен о моем прошлом, чем я. И это было для меня определенным шоком. Потому что я думал, что мое прошлое значило вот одно, а оказалось, что для Бога это значило совсем другое. И Бог как бы славил меня за то, как я последовал за Ним всем своим сердцем. Но из-за того, что у меня были такие раны в сердце, то у меня были и неудачи. Но Бог не концентрировался на этом. Что мы видим в Писании. Что Бог говорит, что больше не вспоминал о твоих грехах. Очень интересно, правда? И что же происходит, когда я делаю неправильные выводы о себе, у меня тогда получается неправильное осознание себя. Я думаю, что вот кто я есть. Но это оказывается не то, кем я являюсь. Нам нужно видеть себя глазами Господа. Это не означает при этом, что неправильное, что в нас есть, Бог не видит. Но это образец, по которому Он работает с вами. И в конце вчерашнего учения я говорил, что Бог работает над этим, как любящий Отец. Который действительно любит. Поэтому, когда вы делаете ошибки, Он будет работать таким путем, что спросит, что вы научились из-за этого, из-за этой неудачи. Он не будет говорить, я же тебе говорил. Если бы ты читал Библию, то увидел бы, как ты можешь поступить. Это как действует какая-то власть или люди, которые авторитетнее для нас в жизни. Вот так часто поступают. Часто вот начальствующие, они говорят то, что мы сделали не так, но там очень мало любви. Бог показывает, что не так, но Он показывает и выход. Бог показывает, что не так, но также учит, как пойти дальше, как делать успех во всем этом. И в Римлянам 8 говорится, что теперь нет никакого обвинения для тех, кто во Христе Иисусе. Вот обвинение именно, оно не исходит от Бога. Говорится, что Дух Святой приходит обличить нас. Есть разница между обличением и обвинением. Обвинение оставляет вас безнадежными, то есть с виной и пониманием, что ничего не пробует, когда не будет. Ты понимаешь, что ты плохой. Но обличение заключается в том, что Дух Святой приходит и показывает проблему. Но также показывает любовь Его к нам. И показывает нам путь, по которому изменяться и учиться. И некоторые люди, слушая голос врага, они думают, что это Отец говорит с ними. Когда однажды я был пастором церкви, это было в начале, когда я начал пасторство в этой церкви. И многие из них, они не были рождены свыше из тех людей, которые были в церкви. И многие говорили, что даже жаловались мне, что в своих проповедях я не кричу на них и не обвиняю их. Они хотели больше, как бы, ну, такого, ну, как это, метафора, что огня такого адского поближе к ним и камней на их голову. И что, если ты святой пастор, то ты нам должен говорить, какие мы плохие. И я подумал об этом. Почему люди так размышляют? Потому что, я думаю, им легче становится, когда они слышат такой тип проповеди. Типа, вот, пастор наказал нас за наши грехи, плохие, плохие. Например, так делали их родители. И они так себя чувствуют, что, окей, меня теперь наказали, теперь мне лучше. То есть, есть недопонимание крови Ишуа. Потому что мы знаем, что когда Ишуа умер за наши грехи, он был наказан за наши грехи. Понес наше наказание. То, скажите, вы примете его, то, что он понес наказание, или будете сами себя наказывать? Если мы наказываем сами себя, то говорим таким образом, что его жертвы не было достаточно. Итак, мы исследуем себя, ищем нашу Личность. Каждый уникален. У каждого уникальная цель. И нам нужны безопасные отношения, защищенные отношения с Отцом. Несколько мест Писания дам вам сейчас, из вчерашнего дня. Мы говорили о четырех пунктах. Которых стоит молиться в Ефесянам первой главе. И мы увидели, что одна из вещей, которая нужна, это вера. Нам нужно откровение о Божьем характере. Нужно откровение о Его великой силе. Откровение о Его наследии в святых или для святых. И надежда Его призвания. Итак, четыре пункта вот этих в Ефесянах мы рассмотрели в первой главе. Но чтобы были эти откровения, нужна нам вера. Что такое вера? Я верю, что вера — это выбор, который мы совершаем. Я не думаю, что вера — это какое-то чувство, то, что вы чувствуете. Иногда я чувствую, что у меня есть вера, иногда я вообще не чувствую веры в себе. И таким образом я верю, что вера — это не эмоция. Я осознаю, что вера — это решение. И Богу нужна вера. Ну, наша вера. В Евреям 11.4 говорится, что без веры угодить Богу невозможно. Что приходящий к Нему должен сначала веровать, что Бог есть. И что любящим Его воздает. Ищущим Его воздает. И это опять же возвращается к пункту познания характера Господа. Вам нужно понимать, что если вы приходите к Нему, то Он добрый. И Он даст вам, о чем просите. Это не так, как колодец желаний подошли и бросили монетку. Я надеюсь, что Господь ответит на мою молитву и кидаем монетку. Я потру счастливое деревце. Господи, я надеюсь, что это сработает. Постучать, поплевать надо. Побросать в Его версию что-то через плечо. Все, что люди делают для удачи. Вот о чем я верю. Или каким образом люди молятся. Если мы будем честными с собой. Например, человек приходит на молитву и говорит, ну, не знаю, наверное, вряд ли сработает. Но все равно больно от этого не будет, ведь что я попрошу Бога. Я не думаю, что такие молитвы получают ответ от Бога. Бог ожидает, что мы придем с верой к Нему. Если Он ожидает веры, значит, это возможно нам. Подумайте об этом. Это не так сложно. Итак, вера — это решение. Какое решение? Вера — это мое согласие с тем, что Бог говорит о чем-то или о ком-то. Еще раз повторю. Вера — это мое согласие с тем, что Бог говорит о чем-то или о ком-то. И потом я начинаю говорить те же самые вещи. И это очень важная часть. Потому что в Библии говорится, что сердцем верует, а устами исповедует. Что такое пророчество? Я верю, что пророчество — это на самом деле очень простая вещь. Пророчество — это когда у нас есть ум Божий по поводу определенных вещей. И мы соглашаемся с Богом и говорим то, что Он говорит о чем-то. Это не так сложно. Но в этом велика сила. Итак, вера — это решение, которое мы принимаем. Когда мы говорим о вере, то нам нужно понимать, что когда Бог говорит, что Он нас любит, это означает, что Он нас любит. Это вера. Я принимаю решение. Я выбираю согласиться с этим. И я начинаю это говорить. Бог любит меня. Великая и огромная сила в этом. Мы соглашаемся с тем, что Бог говорит. Это вера. И когда мы изучаем Библию, мы видим, что Бог говорит о многих вещах. И я принимаю решение соглашаться с Богом о том, что Он говорит. Это выбор. Это не так сложно. И Библия говорит, что каждый человек имеет веру. Потому что то, что вы делаете даже в жизни, это уже нужна вера для этого. Итак, можно сказать, что вера в одной руке, а в другой руке неверие. Вы выбираете верить или не верить. Это ошибка. Итак, вы выбираете, верить или не верить. Это выбор. Что посередине? С одной стороны вера, с другой стороны неверие. Что посередине? Какой процесс посередине? Терпение. Какой разум у вас при этом? Ну, какие мысли у вас? Like, when doubt, they say doubt. Yeah, exactly. Правильно, сомнения. Good answer. You're more intelligent than you look. Вы даже умнее, чем вы выглядите. Я шучу. Нет, это он сказал. Очень хорошо, молодцы. Да, вы загружены, наверное, какие-то. Расслабьтесь. Я не выгляжу сам очень умно, поэтому могу такие вещи говорить. Итак, если вы не находитесь ни в вере, ни в неверие, то вы, значит, сомневаетесь. I'm not making a decision. Sorry? I'm not making a decision. I'm believing, I'm not believing. I'm believing, I'm not believing. Back force, back force, back force. That's what James talks about. It says that a person who's in doubt is unstable. So you have to come to the place where you begin to be a person of faith. You'll never find your identity and experience all who God created you to be without faith. Вы не сможете пережить все, что Бог приготовил для вас без веры. So you could say, it's something you exchange with God. Это, скажем так, то, чем вы обмениваетесь с Богом. Right? You give him faith, he gives you the answer. Вы ему даете веру, вы ему предлагаете веру, он дает вам ответ. So when do I believe I receive? Итак, когда я верю, что я получаю что-то от Бога. Когда я принимаю решение верить. Не тогда, когда я вижу ответ, но когда я даю Богу свою веру. Я научился делать это. И это работает. Ишуа, помните, говорил с деревьями. Представьте себе, Ишуа идет с учениками, и тут он начинает говорить с деревом. Как бы вы отреагировали, если вы идете по улице с Валентином Романовичем, и вдруг он начинает с деревом общаться? И вы начнете сразу по сторонам смотреть. Это только я вижу, это стыдно. И заставляет понервничать чуть-чуть. Не так ли? Если бы я не понял, что происходит, я бы очень занервничал. И на следующий день во всех газетах в Иерусалиме уже писали заголовки, что Ишуа разговаривает с деревьями. То есть, они говорили, что мы знали, что он сумасшедший, теперь у нас еще и доказательства есть. Но вера-то говорит. Скажите все, вера говорит. То, что вы верите в сердце, вы должны провозглашать устами. Я вам расскажу историю, немного забавную. Когда мой первый сын женился, если вы к нам пришли домой, то увидели, что при входе у нас стоит большой такой кактус. Я живу в Южной Калифорнии. Это большая пустыня. И если зелень вырастает там, где проводят каналы, ну, воду проводят. И климат очень похож на климат в Израиле. Похожие деревья. У меня во дворе, ну, в саду растут апельсины, мандарины, авокадо. И возле двери стоял этот кактус. Раз в год или даже иногда два раза в год этот кактус зацветает. Он не делал каждый год, но он только один раз в год. Он не растет каждый год, но, в основном, он только один раз в год. Окей. Может быть, даже не каждый год он цветет, но чаще всего это раз в год цветение происходит. В общем, очень редкостное явление. И за шесть месяцев до свадьбы моего сына мы с моей женой прогуливались к дому. И жена сказала, что в день свадьбы моего сына я хочу, чтобы этот кактус зацветет. И я такой, у меня не было веры для этого. У меня не было такого решения с моей верой. Понимаете? Я не верил в это. Но, тем не менее, я как бы не вкладывал в это веру свою. И я сказал, ну окей, посмотрим. И моя жена, прогуливаясь к дому каждый день, она разговаривала с кактусом. Она подходила и предупреждала, что ты зацветешь, когда мой сын женится. Она в это верила. И спустя месяц. И когда уже неделя подходила к свадьбе, и я так иду мимо и так поглядываю чуть на кактус. И за день до свадьбы уже видно было, как кое-что пробилось на верхушке. И вот на такую высоту в один день. И в день свадьбы открылся прекрасный цветок. А на следующий день уже засох. Если такое может происходить с простыми вещами, чтобы моя жена была счастливой, я думаю, что это нам урок о характере Бога. Иногда, конечно, Бог не отвечает на то, что мы хотим. Потому что Он знает, что нам нужно. Но вера работает, и она действует. Есть много вещей, которые Он хочет сделать. И у вас может быть негативный или позитивный взгляд на то, что хочет ваш отец. И это происходит с людьми. Некоторые люди смотрят на то, что Бог не сделал, и поэтому не молятся. А некоторые смотрят на то, что Бог сделал, и на этом основывают свои молитвы. И в Иоанна 15, 7 говорится, что если сердце праведно или правильно, написано, что если Слово обитает в вас, это значит, что с сердцем все в порядке. С мотивацией, с причинами все в порядке. И значит, если вы будете просить, то получите просимое от Господа. И проблема в том, что люди просят, но сердца у них неправильно мотивированы. А потом они говорят, «О, они работают». И вот о чем я учу людей, когда я их наставляю. Что мы составляем список. Был один парень, который был моим учеником, и он был афроамерикан. Ему было около 22-23 лет. И он жил до этого на улице, потому что употреблял наркотики. И он познал Господа, и я учил его молиться. И я сказал, Кевин, давай составим список вещей, которые мы верим, Бог сделает. И я хочу теперь тебе задать вопрос. У вас есть такой список, вы знаете, во что вы верите? Подумайте об этом. Или у вас такое как бы сомнение, вы даже не уверены в том, во что вы верите? И что происходит? Бог хочет показать откровение о том, кто Он есть. Чтобы вы начали верить в Него и основывались на конкретных вещах. Многие люди этого не делают, потому что боятся разочарования. И они чувствуют боль, когда Бог не делает то, о чем они молятся. Извините, люди на видео, что повредил вам уши. Молимся за людей, которые будут смотреть видео. Пусть Бог вас благословит. Исцелит вас и даст вам лучшее состояние. Простите меня, я виноват. Я надеюсь, что хоть кто-то это будет смотреть. Итак, Иоанна 15, 7 говорится, что молитесь, и Бог даст вам то, о чем вы просите. И пусть будет список 8-10 вещей. И каждое утро можно молиться, например, и верить, что Бог это сделает. И, например, спустя... Ну, мы с этим парнем, когда так молились, то все случилось спустя два месяца. Кроме одной вещи. Я сказал, сначала составляем список, потом молимся, и потом увидишь, что молитва работает. Правда? Ты не начинай учить людям молитву, и тогда скажи им, что все причины не случатся, потому что ты боишься, что они будут разочаровываться. И когда вы учите о молитве, то не надо рассказывать кучу причин, почему этого не происходит, чтобы они не разочаровывались. Я учу именно о вере, а не вере. Я должен научить их верить. И так все произошло, кроме одной вещи. И он спросил, почему, пастор, мне Бог не дал вот эту вещь? И я сказал, ну, значит, еще не время. И в чем заключался вот этот один еще пункт? И мы молились о том, чтобы Бог нам дал большой бильярдный стол для собрания, чтобы мы через это могли привлекать молодежь. Ну, они очень дорогие ведь. У нас не было денег. И мы молились еще несколько месяцев. И однажды мне позвонили. И этот человек говорит, слушайте, вы меня не знаете, но вот я недавно проезжал мимо вашей церкви. И не могу вот выбросить из головы вашу церковь. И мы были в очень бедном квартале. И он говорит, ну, у меня есть небольшой бизнес, мы как раз делаем вот столы для пула, для бильярдов. И он сказал, ну, знаете, вот, говорит, мы иногда забираем старые, целые, их просто обновляем. И он сказал, вот у меня есть большой, профессиональный, настоящий бильярдный стол. А он даже в церковь не ходил. И он сказал, ну, вам ведь он не нужен, правильно? А я сказал, ну, вообще-то, именно он нам и нужен. Он сказал, хорошо, я приду вам, установлю все, сделаю как надо. Бог отвечает на молитвы. У вас может быть маленький Бог, а может быть большой Бог. Я знаю, что у Бога, конечно, есть свои времена и сроки, и, может быть, для каких-то вещей это еще не то время. То, когда я, например, тренирую свою веру, молюсь о чем-то, чего не происходит, то я не переживаю об этом. Я доверяю Божьей воле и Его доброте, и все со мной нормально. А Ишуа говорит, что когда вернусь, найду ли веру на земле? Мы должны, мы призваны быть детьми Авраама. И кто такие дети Авраама? Одна вещь. Одна вещь. Одно только их. Те, кто верят Богу. Не просто в Бога, а Богу. Вы можете быть язычником или евреем. Некоторые верят в Бога, некоторые нет. Помните, Ишуа, когда встретил одного язычника, он сказал, во всем Израиле не нашел я такой веры. И таким образом, он сказал, что все иудеи, которые верующие иудеи, все вместе взятые, вся их вера, нам не сравнится с верой вот этого язычника. Абраам, он пример для нас, он человек веры. И мы призваны быть людьми веры. И еще одну историю расскажу после перерыва.